Да-да, такие телефоны есть на ремонте до сих пор. Извечная проблема шлейф, по-моему. Ну да, тут скорее всего шлейф, по-моему первый навигатор был в своё время, может быть второй, нет, по-моему второй первый был, сейчас уже не вспомню модель, потом вышел этот, 6210 вроде, да, 6210S, даже модификация. Вот, пачками меняли шлейфа, не хватает наклеечки, здесь была такая наклеечка, на которой было написано навигатор, трехмегапиксельная камера. Всегда интересно разбирать, вспоминать, были такие телефоны, когда-то, когда Nokia была ещё лидером. сейчас попытаемся вспомнить, как меняется шлейф. Вот с этими винтиками всегда были проблемы, они закисали, вот здесь вот их приходилось вырезать, невозможно было паяльником, либо какими-нибудь кусачками, помнится мне. старые добрые Nokia. не раз, наверное, разобрана, я ещё удивляюсь, как целые винты остались на ней, которые я только что открутил, защитные экраны погнутые, видать, были какие-то проблемы у неё ещё, либо кто-то пытался отремонтировать данную проблему, хотя тут, очевидно, ясно, проблема в шлейфе. Вот, не вижу изломов, их можно, в принципе, и не видеть, изломы бывают внутренние, которые глаза не увидишь. после этого мы снимали наклеечку вот эту, которая здесь была, снимали эти винты, далее у нас, далее у нас, по-моему, отстёгивалась вот эта вот часть механизма, не помню, были ли здесь винты, честно сказать, вообще вылетела из головы, даже не помню, когда последний раз держал в руках этот телефон, да, по-моему, вот так вот всё отстёгивалось, здесь вот у нас пазы были, дисплей заляпанный, шлейф, возможно, уже замененный, здесь вот у нас стоит такая рамочка, которую нужно отстегнуть на клипсах, так, отстегнём дисплей, хотя не факт, что проблема в шлейфе, может в шлейфе. совсем забыл включить свет, видите, да, разъём немного, то ли ржавчина это, сейчас я разберусь под микроскопом, телефон этот нужно обязательно отремонтировать, не знаю, когда в следующий раз я буду держать его в руках. Включаем микроскоп, смотрим на разъём, хотя, наверное, давайте всё, сначала подключим к шлейфу, к новому, честно говоря, не вижу косяков на этом шлейфе, ни изломов, ничего. Надо отдать ему должное, сколько лет он простоял. Всё равно подключим, давайте, на всякий случай, может дисплей не стоит и дёргать. Были такие шлейфа, кто помнит, дешёвые поступали с Китая, лет, наверное, шесть назад. Впереди вместо камеры стоял муляж, вот такой, каким-то чудом я нашёл этот шлейф в коробке с пылью. Сейчас посмотрим, самое интересное, в чём тут помнялка. Ну, вот как-то так вставляем заряженную батарею, нашёл батарейку от Nokia, какой-то 5352, 5300, нет, 5310 что ли была такая модель, 388, вполне достаточно, чтобы завести телефон. Ну-ка, включаем, кнопка включения у нас здесь, по-моему. Включился шлейф рабочий, дисплей, как видите. Загорелся, не могу поверить своим глазам, оказывается проблема всё-таки в шлейфе. Вот она та легендарная заставка. Так и хочется тыгнуть пальцем в экран. Так, можно разблокировать. Буду нажать быстро. Есть. И теперь вот включаем, не успел. Короче, вытащим просто батарею. Так, друзья, легенда работает. Сейчас мы её, сейчас мы быстро поменяем шлейф. К сожалению, камера работать не будет. Хотя, хотя, я думаю, не сложно будет её переставить сюда. Драйвера стоят. Нет, давайте, наверное, поменяю так. Я не думаю, что человек, который пользуется этим телефоном, пользуется передней камерой. Если будут какие-то претензии, то, конечно же, сделаем, поменяем камеру. Тут задний подогрев. 250, 220 градусов, я думаю, хватит, чтобы снять. Камеру поставить с оригинала. Итак, меняем. Совмещаем отверстие. Заляпанный дисплей. Обязательно его нужно протереть как следует. Ставим рамку. Клипсы. Застёгиваем 4 клипсы. Здесь у нас динамик. Так. Загибаем землю. Удаляем пыль. Грех не удалить пыль с такого телефона. И дисплей. И дисплей. Вот они остались разводы, как обычно. Помнится мне телефон этот стоил около 250 евро когда-то, может быть и больше. Насколько я помню, когда-то я работал продавцом сотовых телефонов очень давно, этот телефон стоил 250-270 евро. Систим клавиатуру, такие телефоны надо уважать. Один из первых. Вставляем тут такой хитрый каркас, верхний вставляется снизу. Я это запомнил на всю жизнь. Кнопки, клик есть, все отлично. Отверстие от мульжаншей камеры торчит. Пристегиваем шлейф, пристегиваем шлейф, вставляем системную платку, здесь у нас еще две клипсы металлические, клавиатуру застегиваем, верхний корпус пристегиваем, прикручиваем. Вставляем антенный модуль с динамиком. Тут же у нас рисунок такой сохранился, как вставлять веревочку вот сюда в отверстие, вот сюда вот куда-то, такие вот позитивные моменты. К сожалению батарейка не оригинальная, думаю сложновато ее будет найти. Сейчас на Али найти можно вообще. В принципе все готово, единственное, отлетел у меня куда-то один винт, я его обязательно сейчас найду. Батарея у меня это не на нуле, у меня на нуле батарея. Остались пылинки, надо почистить по уши. Хотя по сравнению с царапинами, которые на стекле конечно пылинки не видно. Да, 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 тот самый навигатор. Вот он. Сюда на эту кнопочку нажимали, появлялся навигатор. Не знаю почему он сейчас не появляется. Вот появился, вот они загружались карты и так далее. сейчас конечно все уже. Да, да, да. Была такая строка меню, как-то она называлась. Все друзья, всем спасибо за внимание. Выложу этот ролик обязательно. Может быть кому-то пригодится, если не пригодится, а кто-то обязательно посмотрит и вспомнит те добрые времена. Когда были такие телефоны. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Оставляйте комментарии. Все читаю. Не всегда отвечаю, к сожалению. Всем спасибо. Удачи в ремонте. Всем мир. Не приходи. Удачи!